Я стоял перед окном в кабинете Пуаро и от нечего делать разглядывал прохожих внизу. «Как странно!» — воскликнул я, обращаясь в сущности к самому себе. «Что там такое, Монами?» — безмятежно поинтересовался Пуаро из уютных глубин своего кресла. «Вот вам факты, Пуаро. Проанализируйте их и сделайте вывод. По нашей улице идет шикарно одетая молодая леди, модная шляпка, великолепная меха. Идет медленно, внимательно разглядывая дома, мимо которых проходит. Ей и невдомек, что на некотором расстоянии за ней следует трое мужчин и женщина средних лет. А вот буквально только что к ним присоединился мальчишка-разносчик, который указывает на нашу молодую леди, выразительно размахивая руками. Что за драма там разыгрывается? Может быть, девушка знаменитая авантюристка, а бригада переодетых сыщиков готовится ее схватить? Или она невинная жертва, на которую покушается шайка негодяев? Что скажете, прославленный детектив? Прославленный детектив Монами, как всегда, изберет кратчайший путь расследования. Он встанет, чтобы увидеть все собственными глазами. И мой друг присоединился ко мне у окна. Спустя минуту он издал самодовольный смешок. Ваши факты, как, впрочем, и всегда, заражены неизлечимым романтизмом. Это же мисс Мэри Марвелл, кинозвезда. За ней увязались узнавшие ее поклонники. И, между прочим, мой дорогой Гастингс, она прекраснейшим образом об этом осведомлена. Я тоже засмеялся. Как все просто. Но здесь нет вашей заслуги, Пуаро. Это совпадение, что вы сразу ее узнали. — Ах, вот как, Моншер. — Скажите-ка, сколько раз вы видели Мэри Марвелл на экране? Я задумался. — Ну, раз десять, по меньшей мере. А я один-единственный. И все же я сразу ее узнал, а вы — нет. — В реальной жизни она выглядит совсем иначе, — сказал я, изрядно посрамленный. — Полно, не увиливайте. Вы ждали, что она станет разгуливать по лондонским улицам, в ковбойской шляпе на бекрень или босиком, и в кудряшках, как бедная ирландская поселенка. Ах, вечно вам застят взор, яркие, но несущественные детали, отвлекая от главного. Вспомним хоть дело танцовщицы Валерии Сент-Клер. Я уже начал злиться, поэтому вместо ответа лишь дернул плечом. — Ну, не унывайте, Монами, — смягчился маленький бельгиец. — Не могут же все быть Эркюлями Пуаро. Мне ли этого не знать? — Да уж, в самомнении с вами и впрямь никто не сравнится, — подхватил я. Все еще не знаю, смеяться мне или сердиться. Что поделаешь, если человек гений, он не может игнорировать это. Субтитры сделал DimaTorzok